День добрый, паной! День добрый, паной! Максимальная комплектация, причем есть даже люк, дилер не любит люк, я тоже, но в этой машине они его поставили, заказали, есть все, есть проекционный экран, максимальный пакет, который может быть, есть слежение движения по полосе, уход с полосы, контроль мертвых зон, машина даже умеет экстренно тормозить перед препятствием в городе, есть система рекуперации, но об этом сейчас буду подробнее рассказывать. Поэтому максималка, вот ее интересно обозревать, потому что всегда можно показать вот эти все плюшечки, уделить им время, продемонстрировать возможности машины, продать ее дорого, это скажем так. Ну, Мазду вообще на самом деле, если говорить про эту машину, Мазду я люблю. Люблю почему? Во-первых, из японских производителей, на мой взгляд, сегодня это вот тот правильный японец, который по-прежнему верен своим канонам качества, надежности автомобиля. Потому что Toyota, на самом деле, немножечко уже отошла, отошла в сторону, они сегодня не настолько хорошо и не настолько сильно следят за качеством. Они с нее в основном продают свою вот эту легенду, свое имя за дорого. Вот чем занимается Toyota? Мазда как-то вот спокойно, тихонько, очень так по-японски, по-прежнему держит каких-то правил, которые они себе задали, держит этот уровень. Как я вот рассказывал в предыдущие разы, Мазда очень много сейчас внимания начала уделять дизайну. Вот обратите внимание, насколько симпатичная, красивая морда у этой машины, насколько красивый у нее экстерьер. Они добавили с рестайлингом немножко линий, немножечко изменили здесь фары, добавили чуть хрома. И нет такой дикой цыганщины, как вот иногда бывает с рестайлингом, когда хромом там обливают всю машину, смотрится это очень вульгарно. Здесь именно все в строчку. Добавился LED, которого раньше не было, сейчас уже LED оптика, которая поворачивает, которая делает встречный разъезд умный, грамотный, когда у нас фары наклоняются вниз, когда фары смотрят в стороны. Все это вот в этой шестерке уже есть. Когда-то давно это было прерогатива только Мерса С-класса, когда топовые автомобили это умели делать. Сегодня это есть обычном автомобиле класса Д, машине, которую когда-то давно называли японской консервной банкой, погремушкой. Сегодня про эту машину сказать-то невозможно. Здесь уже я все сказал еще в предыдущий раз, повторяться не хочу. Действительно очень красиво, очень лаконично, очень сочно, уже близко к инфинитике, я уже повторюсь. Но сегодня давайте расскажу немножко по технической части, тем более есть вещь, которую я хочу отметить. Здесь сверху есть пометочка, что стоит система Е-Луп, так называемая, и Е-Луп, да. Что она делает? Вот здесь вот снизу под коробом воздушного фильтра стоит огромный суперконденсатор. Что он дает? Система рекуперации. Это не гибрид, да. Это не гибрид, это обычный классический ДВС без всяких наворотов. Классический Sky TV мотор, сильно вынесенный вперед, с огромным пауком, коллектором сзади, такой длиннющий развитый выхлоп, грамота, хорошо, красиво, но никакого электродвигателя здесь нету. И вот эта система Е-Луп, которая здесь стоит, это не электромотор, который работает в связке с трансмиссией. Нету здесь такого. Здесь стоит просто суперконденсатор, который рекуперирует энергию торможения. Делает это посредством обычного штатного генератора, никакого чудес никаких нету здесь, да. Но что она делает? Она всю энергию на торможении на максимум впрягает конденсатор в сеть генератора. Это создает очень большое сопротивление на вращение всей трансмиссии мотора, коленчатого вала и прочего, связанного с навесными агрегатами. В итоге мы что-то заряжаем. Батарейку обычную зарядить уже нельзя. Когда вы движетесь в автомобиль, она уже на 100% заряжена. И заряд она не возьмет. И заставить ее взять заряд нельзя. Но в сети автомобиля установили огромный суперконденсатор, который перманентно, постоянно отдает энергию. Он постоянно такой полуразряженный. И в момент, когда вы начинаете тормозить, срабатывает реле, и на него подается вся энергия в генератор. Генератор начинает просаживать автомобиль, замедляется, энергия уходит в него. Как только вам потребуется электроусилитель, как только вам потребуется отопление салона, еще какие-то вещи, у вас вся энергия идет назад. Вот таким простым способом, без дополнительных электромоторов, без дополнительных систем, Мазда сделала здесь рекуперацию. На самом деле, с этим делают уже очень давно, балуются другие производители. Мазда сделала очень просто, очень интересно и технологически инженерно красиво. Понимаете? Они сделали очень простую штуку, которая, в принципе, действительно не может сломаться. И она работает. То есть, реально тут пару литров на этом можно экономить. По мотору рассказывать особо, на самом деле, нечего. Мой самый первый ролик, который я снял много лет назад про Мазда CX-5. Я там все это подробненько рассказал. Как работает мотор, как работает коактив, что такое цикл Аткинса, цикл Миллера, чем они, особенности какие у них есть. Вот здесь все это, как бы, в этом моторе сведено в одно. И мотор, что отмечу сегодня, с такого расстояния уже пройденных километров, потому что прошло уже более пяти лет, машины ездят довольно давно. Реально хороший, нормальный, правильный атмосферный мотор. Сломать его очень трудно. Если его рассматривать на фоне ваговских подделок, сайд двигателя и прочих этих безделушек, то надежность мотора просто пропасть. То есть, это вот невероятный разрыв, который сейчас сформировался между атмосферными моторами и вот этими подделками, одноразовыми подделками на 100 тысяч километров максимум. Этот мотор ходит реально долго. Хотя к Мазде всегда были претензии по поводу надежности их поршневой группы в плане колец. Да, был очень повышенный износ колец на Мазде, начиная с МРЗ двигателя. Но все равно этот двигатель умудряется отхаживать гораздо больше, чем ваговские моторы. 1400, возможно, потребуется замена колечек. Но это не та проблема, чтобы было напрягаться сразу, буквально с первого ЖТО, наливать литрами масла. На Маздах это, даже если ее резать, такое случалось крайне редко. Практические метки, скажем так, неизвестны. Вообще слабых мест, только вот машина уже рестайлинговая машина, слабых мест у нее практически нет. То есть, сколько вот люди ездят. То есть, очень показательный момент в этом плане, это открыть любой женский форум про машинку. Да, там, Мазда, Клуб, не знаю, какие там Клубру есть, что там у них есть. Вот, просто посмотрите, те типичные проблемы, которые описывают пользователи. Типичный вопрос, как поменять лампочку, какую краску выбрать, где помыть. То есть, понимаете, никто не обсуждает проблемы, никто не спрашивает, а сколько у вас сожрало масла к первому ТО. Такого про Мазду нет. Ну, вообще, по движению в городе, конечно, Мазда просто выглядит обычным автомобилем D-класса. То есть, никакого волшебства здесь нет. Единственное, что вот надо отметить, это система i-stop. Сейчас машина заглохла. И я который раз расскажу, что вот i-stop на самом деле бережет двигатель в пробке, потому что режим работы мотора на холостых оборотах, это очень плохой режим для его ресурса, для его жизни. Именно вот в таком режиме и идет перегрев колец, когда нету постоянного нормального открытия дросселя, это все плохо. Мотор не предназначен для длительного стояния, современный двигатель не предназначен для длительного стояния в пробках, это плохо. И система i-stop на самом деле, это даже не столько способ экономить топлива, а сколько способ продлить жизнь двигателю. Поэтому в городе, конечно, я лично всем рекомендую привыкать, пользоваться, не раздражаться, не как бы напрягаться сильно по поводу того, что машина постоянно заводится и глохнет. Это нормально. Ресурс там стартера, все это ерунда на самом деле. Стоит это гораздо меньше, чем принято думать, а мотор от этого реально протянет серьезно дольше. Мазду всегда ругают за то, что машина очень шумная, за то, что машина вообще в принципе без какой-либо шумоизоляции. Вот если CX-5 и тройка действительно очень шумные автомобили, то вот к шестерке я бы сильно не придирался. Единственный момент, косяк, мне не нравятся эти зеркала, которые стоят очень близко к нам. Их в угоду стилю, внешнему виду сюда сдвинули на самую дверь, обычно там в уголках стойка они находятся, они шумят, ветер на них шумит. Это немножечко проблема, но все остальное зашумлено хорошо. Вот удивительная вещь, я всегда относился к Mazda как к самому жесткому автомобилю в классе D, и вот сейчас я скажу, что они и с этим даже немножечко поработали. Она просто нормальный, вот обычный автомобиль D-класса. Я никакой вот разницы по подвеске не вижу ни с Optima, ни даже, наверное, с Passat. Единственное, что Accord, конечно, Accord будет немножко помягче. Вот такой вот, еще остался такой американский автомобиль в этом классе, такой диванно-вальяжный. И как ни странно, как ни удивительно, это именно Honda Accord. Mazda здесь такая золотая серединка. Она раньше была всегда самой жесткой машиной, сейчас они немножечко, чуть-чуть сделали шаг в сторону большей мягкости, большего удобства. Поэтому в городе, конечно, плюс. Трудно ехать, чтобы не нарушать скорость. И вот здесь как раз очень помогает этот маленький проекционный экранчик. То есть вот эти вот синенькие цифры, которые, ну, бирюзовые, ладно. Это, конечно, здорово, потому что действительно машина скорость скрадывает. Именно по ощущениям от вождения она по-прежнему осталась довольно острой по рулю. То есть ехать действительно, управлять ей удовольствие. При этом чуть-чуть стало комфортнее. И вот чтобы не нарушить, чтобы не влететь на нарушение скорости, вот эта проекционная штука, вот то, что надо. Особенно, когда у вас мотор уже не овощной двухлитровый двигатель, а когда у вас нормальная 2,5 литра атмосферная вот такая четверочка стоит. Приятно, но легко нарушить. Она, в принципе, едет. То есть по паспорту у нее 7,8, сколько реальности мы с нее проверим. И в городе, чтобы где-то не передавить, где-то не влететь на просто такой глупый, необязательный штраф, вот действительно проекция очень хорошо помогает. Молодцы. И, знаете, вот когда смотришь на эту проекцию в городе, в принципе, даже немножко ощущаешь себя в современном, нормальном, модном автомобиле. Едем по трассе, но у нас полный автопилот, машина сама держит полосу, машина сама едет вперед. Давайте померяем шум. Едем 110 км в час. Ну, вот 73, 76, 75 дБ. Ну, на самом деле, для машины на скорости 110 это достаточно хорошо. Система контроля полосы, единственное, что скажу, ее, конечно, можно поднастроить, сделать, чтобы она реагировала чуть мягче, чуть-чуть жестче, и очень сильно зависит от того, как она работает от разметки. На самом деле, держит. И где-то в экстренной ситуации она реально вот способна вас спасти. Но если разметка слишком такая затертая, да, то включать ее, конечно, нет смысла. Она будет постоянно вот попикивать, как вот часто происходит, но в те моменты, когда она действительно цепляется за разметку, реально едет отлично. То есть я просто пускаю руль, она сама вписывается в поворот, она сама его проезжает. Это не Тесла, конечно, с ее автопилотом, но, тем не менее, почему бы не воспользоваться современными технологиями, современной системой, если они существуют и предлагаются. Да, по трассе 110 ехать скучно. Реально хочется прибавить, потому что вот скорость, на которой, ну, я в этой машине, на этой скорости просто засыпаю. То есть на ней хочется реально ехать гораздо быстрее. И с одной стороны плюс, что машина комфортная, что усталость с ней не ощущается. То есть сравниваю ее, опять же, в который раз пытаюсь с автомобилем паркетного класса семейства, здесь, конечно, комфорт просто высочайший. Реально отдых, релаксируешь. На сотке ты просто релаксируешь. Вот. И там, в паркете, такого не будет никогда. Даже на самом суперсовременном, дорогом паркетнике вы все равно этого не получите. Как бы то ни было, низкий приземистый автомобиль все равно будет комфортнее. И если эту машину брать именно как универсальный автомобиль, в том числе и на работу съездить, и домой вернуться, и где-то иногда по выходным куда-то отъехать подальше, может где-то и какой-то путешественник на автомобиль съездить, то вот здесь эта машина, как универсальный инструмент, раскроется на все 100%. Она прекрасно работает на трассе. Просто превосходно. У нее отличный большой багажник, куда в месяц реально очень много чемоданов, вещей. Может пол, конечно, высоковато, но это ладно. Отдельная статья. При этом в городе на ней по-прежнему комфортно. В ней и в городе по-прежнему хорошо. Может быть, каким-то девочкам захочет автомобиль поменьше. Но чудес не бывает. Лично для меня именно вот такой форм-фактор автомобиль класса D, лично для меня это наиболее такое приемлемое, разумное решение, выбор именно как автомобиль. Вот единственный автомобиль в семью, я считаю, самый грамотный выбор, самый правильный выбор, который только может быть. Мазда в свое время так немножко журили за слабая толщина локрачного. Давайте посмотрим. Я только что прибор откалибровал. Мы проверили по калибровочной пластине, чтобы все работало правильно. Так что будьте уверены, цифры совпадают. Итак, смотрим крышу. Как видите, 65, ну местами чуть-чуть больше 70 микрон. Давайте посмотрим капот. То же самое. Ну, тут удивительное дело, местами даже 90-85. Вот ведь капот покрашен чуть по-другому. Давайте перейдем поближе к кромочке. 75-8 микрон. Ну, примерно слой довольно ровный. Ну и посмотрим тоже такое критичное место для локрачного покрытия. Подъезжено по повреждениям 75-65 микрон арочка, да. То есть, на самом деле, на самом деле, локрачное покрытие, ну, честно говоря, не самое такое. Ну, посмотрим, как это будет ходить. Я же, со своей стороны, рекомендую все-таки Мазды обрабатывать. Я рекомендую обработать их зенитролом, наксидолом, каким-нибудь хорошим составом для антикоррозийной стойкости. Особенно сделать не помешает, лишний раз не помешает прошумить колесные арки. Пускай мне шумка и понравилась, я ее принимаю, но тем не менее считаю, что это будет дополнительным плюсом. Ну, вот такая у нас краска здесь. Ну, и про двери. Я всегда рассказываю про двери, потому что в машину мы садимся каждый день. То, как открываются, закрываются двери, это та вещь, которая будет создавать впечатление в автомобиле, как он нас встречает. Поэтому, ну, давайте расскажем про это. Ну, во-первых, хочется отметить, вот здесь уже бесключевой доступ. То есть, машина закрыта, нажали кнопочку, оп, открывается. Красиво, удобно, пальчиком нажал, открылись. По закрытию. Во-первых, ручка. Мне приятный хват, я это люблю, когда мы берем ручку нормально рукой, когда мы не подлазим как-то снизу ногтями. Приятный хват, хорошо берется и достаточно неплохо открывает. Закрытие, открытие хорошее. И уплотнитель двойной, снаружи, снутри, закрытие реально мягкое. Вот, не японское, понимаете. Закрытие на уровне хорошего премиального автомобиля. Реально поработали. И дверь ощущается тяжелой, и хлопает она очень мягенько, хорошо идет. Зазоры подогнаны ровно. Даже задняя закрывается и получше, чем передняя. Вообще очень мягко. Прекрасно. Машина именно дверями встречает великолепно. Я вот это люблю. Вот в автомобиле, когда по закрытию статусность уже проявляется хорошо. Хорошая, солидная массивная дверь. Прекрасно. Еще такой момент, который обязательно хотелось отметить. Я, правда, говорил уже в обзоре двойки. Вот этот вот штифт и ответное для него углубление в кузове. Это все сделано для увеличения жесткости. Вот эта штука, когда мы закрыли двери, входит в ответный паз. И машина на кручение начинает работать гораздо серьезнее. Повышается и жесткость. Это все плюс для управляемости. Потому что, на самом деле, иногда, особенно у шведских производителей, не будем тыкать пальцев, у больших седанов, появлялась такая сосисочность в управлении. Когда машина как бы гнется в движении на дороге. Так вот, такие штифты на хорошей, большой, длиннобазной машине очень сильно положительно влияют на управляемость. Я, кстати, впервые, помню, заметил эту штуку, может, я и не прав, на Subaru. И сейчас я это вижу на Mazda. Большой плюс, большой плюс Mazda за вот это. Багажник. Давайте все-таки расскажем про него. Открывается он кнопочкой, там сервопривод, который открывает. Здесь, кстати, есть камера. Обращу внимание, что камера очень сильно выпирает. Нету ни шторки, никакой другой ерунды. Вот торчит прямо сверху. То есть зимой тряпочка, такой ежедневный моцион протер камеру, перед тем, чтобы заходить в машину. Это, конечно, ну, неизбежно. Опять же, во многих машинах такая же схема. Ничего с этим не поделать. Бывают и шторки, бывает камера прячется, выезжает. Ну, вот здесь сделано таким вот образом. Дешевый, проминающийся, одноразовый такой вот ковер, который гнется, допорщится, выступает. Я не люблю такие материалы. Может быть, кто-то скажет, что он довольно практичный, что на нем не видны царапины. Может быть, спорить не буду. Из плюсов хочу отметить вот эти вот закрытые петли. То есть мы не видим здесь голого железа, здесь нормальные пластиковые заглушки. Причем петля прячется специально для него сделанный чехол. То есть вы, когда закрываете багажник, чемодан не замнется. По багажнику опять та проблема, которая была, я рассказывал уже в предыдущем обзоре. Вот эти вот штуки, да. То есть здесь у нас лежит полноценное колесо запасное. И из-за этого вот на вот эту вот высоту у нас украден багажник. В Европе все уже давно перешли на либо ремкомплекты, либо какие-то минимальные компрессорчики и прочие какие-то вещи. И вот этого всего пластика, вот этой мишуры в багажнике нет. Здесь же багажник, он, конечно, глубокий. То есть я до спинки, я не дотягиваюсь. Места вот внутрь очень много. Но погрузочная высота за счет вот этого вот всего, вот этого колеса и этого пластика, она воруется. То есть если куда-то ехать, я бы подумал, может быть сюда от Европейки заказал бы ковер, доску вот эту вот. Потому что все-таки багажник иногда нужен. И в такой схеме, ну видно даже вот эти боковые кармашки, вот эти вот корыца, которые здесь расположены по краям, даже они подсказывают, что багажник мог быть более человечески нормальный. Вообще, в принципе, погрузочный проем хороший, засунуть можно достаточно много. Ну и вот эти смешные вещи, которые откидывают наши спинки под сос на Жигулях, как я уже говорил. Но, в принципе, наверное, у многих я видел похожую схему. Может быть, где-то из салона ручки продублировать было бы красивее. Ну ладно, придираться не буду. В принципе, наверное, уже это уже моветон. Значит, сели на водительское сидение, под себя подстроился. Начнем прежде всего с того, что в Мазе изменилось и куда она ушла и где она сейчас находится. Сразу же обращает на себя внимание вот обилие кожи, обилие строчки. Кожа практически везде. Руль понятно, появилась панелька, появилась красивая строчка здесь. Козырек над приборкой тоже вот красивая кожаная строчка. Реально вот приятное ощущение. Более того, этот пластик, который сверху на панели, то, что любят трогать все журналисты, вот первые, когда цапают руками, да, оно все мягкое. Конечно, снизу будет понятно пожестче, но все равно. Самый интересный еще момент, там, где мы вот упираемся ногами, там, где мы работаем руками рядом с кулисой, здесь мало того, что все в коже, да, так еще это все мягенько, сделано таким поролончиком, приятно. Вот и ногой приятно дотронуться, и рукой комфортно. Именно вот из этих мелочей Мазда пытается продвинуть уровень автомобиля. И действительно на вот этом можно сыграть, на этом можно заработать какой-то авторитет. Потому что в самом деле действительно вот ощущение уже более другого, более солидного автомобиля. И я бы, как вот в который раз повторю, по вот этим тактильным ощущениям, по кнопочкам, по вот этим тоненьким хромированным ободочкам, я бы где-то уже туда, ближе к Ауди ее пододвинул, понимаете. Особенно вот именно шестерку, она более высокого уровня, чем все остальные Мазды, которые мне доводилось ездить. И здесь по комфорту все очень хорошо. Очень удивитесь, я в Мазду. И вот сейчас я бы хотел ее сравнить с Kia Optima, на которой ездил недавно. Вот, ребята, по отделке Мазда выше просто на голову. То есть только по вот этому параметру я бы предпочел именно Мазду. Потому что здесь именно салон, интерьер машины гораздо более современный и интересный. Проекционная вот эта штука, которую сколько раз я уже повторяюсь, может уже и по проезду надоел немножко с ней. Но, блин, но она мне очень нравится. То есть та вещь, которую вот хочется просто ехать, смотреть, наблюдать. Подстроили под себя. Она можно подстроиться под любой рост. Выше-ниже опустить из вот этого iPad, планшета, который сейчас торчит по центру. Все это регулируется действительно хорошо. Раньше, причем, у них была красненькая такая полосочка по центру. Ее сейчас нет. И они ее еще на хранице убрали. Вместо него все перенесли сюда, на этот iPad. Здесь остались только вот индикация о пристегнутых ремнях. Все остальное ушло вверх. Ну и классические вот эти подогревы сидений. Единственная странность, которая может быть в салоне. Она, может быть, ожидалась бы где-то внизу. Ну, они ее подняли, поехали. Ну, по большому счету, это даже не придирка, а просто такое наблюдение. На самом деле это ерунда. Ну, из дешевого, нарочитого, в который раз повторю, вот эти крутилки мне не нравятся. Но все остальное сделано просто по высшему разряду. Придраться просто нечему. Отличная шайба, отличная эргономика, прекрасно лежат руки, хорошая кулиса, хорошая кожа. Корейцы, та же Optima, которая, вот, ее просто пророчат конкуренты шестерки. Главным конкурентом ее, ну, честно, по отделке, по приборке, по всему, что здесь есть, ну, она гораздо проще, гораздо беднее. Ну, вот так это вот и есть. Ребят, ну, не хочу никого обманывать. Мазда серьезнее и солиднее. Даже, ну, это топовая комплектация, но даже взять более среднюю комплектацию, все равно будет очень хорошо. И просто, вот, проверьте, проведите эксперимент сами. Можете мне не верить. Пойдите, вот, посидите там, посидите здесь, сравните. Я очень восхищен Маздой. Очень серьезный уровень, очень большой шаг вперед. Мне нравятся ее линии, мне нравится вот эта вот панелька под алюминий, мне нравится, как она вот аккуратненько заходит под этот козыречек, как они сделали эту щелочку. Здесь действительно очень такие штришки, вроде как бы такие мелочи, но начинаешь обращать внимание, и вот, блин, красиво, аккуратно. Видно, что именно дизайн проработан был не только снаружи, да, не только внешне это эффектный автомобиль, но и внутри. Здесь приятно, здесь хорошо и интересно. Машина реально для водителя. Приятно, и вот локоть, особенно, внимание, вот, как лежит локоть. Вот этот подлокотничек, мягкий, опять же, кожаный, елки-палки, ну, хорошо. Один момент, опять же, я много раз ругал в машинах люки, если вы помните, да. Так вот, здесь та же история. Вот, смотрите, у меня на голове лежат мои вот очки. И велосипедные, да. И я, вот честно, вот сел под себя, я постоянно очками цепляюсь за потолок. Ну, проблемка. А почему проблемка? Только потому, что весь механизм люка, вся вот эта вот требуха, которая здесь кроется, эти вот моторчики, вот эти механизмы складывания, отъезжания, проще. Все это действительно ворует место, и ворует места очень много. Я, я такие штуки не люблю. Может быть, кому-то и нравится где-то вот этот кислород, воздух сверху, но если, я считаю, если вы не курильщик, если вам не нужна вытяжка воздуха принудительная, очень такая мощная, то ни дефлекторы, ни люк вам не нужен. А место над головой, они воруют прилично. Я сижу довольно низко, но вот эта вот гадость люк, вот ту вещь, которую брать не надо. По сидушкам, по тому, как я сел за рулем. Забыл я про них сказать сразу, но сказать про них просто нечего. Сидишь, как просто вот они делались под тебя. Поэтому здесь критиковать нечего. Хороший валик, выносится вперед, довольно длинное, комфортное сидение. Критиковать нечего. Хорошая кожа, с перфорацией, нету вентиляции. Может быть, вот единственный момент, что вот было в Optima, нету здесь. Там еще была вентиляция сидений. Здесь либо я не нашел, либо реально нету. Хотя перфорация присутствует. Ну, единственный такой вот плюсик к Optima поставим. Давайте все-таки сяду сзади сам за собой, расскажу, что есть там. Задний ряд. Прежде чем закрываю дверь, хочу вам показать. Даже здесь, даже на задней двери, на которой обычно производители вот второй ряд, чуть-чуть обращать внимание, даже здесь, видите, кожа мягенько проминается. И подлокотничек тоже приятно чертовски. Садишься, вот руку положил и, блин, хорошо, хорошо. Место. Место много, места реально много. Нога за ногу. При моем росте я впереди сел. Рост у меня 189, почти 190 сантиметров. И я за собой сажусь много за ногу. И все здесь хорошо, место более чем. Опять же, такая же кожа, опять же, перфорация. Из плюсов, из плюшек, которые хочу отметить. Во-первых, есть дефлекторы. Ну, это не вторая зона. Это просто дефлекторы, которые просто перенаправляют потоки воздуха. Хорошо. Я скажу так. У меня дети тоже ездят в машине часто сзади. И они реально этим пользуются. Вот когда в дальней дороге, чтобы детей не укачивало, чтобы направить свежий поток воздуха. Реально очень нужная штука. И те, кто говорят, что сзади дефлекторы не нужны, они очень сильно ошибаются. Я считаю, что это очень важная вещь. И когда они есть, я это обязательно обращаю внимание. Для меня это важный аргумент. Надеюсь, кому-то тоже будет полезно. Потом, центральный подлокотник. Почему его важно опустить, важно сказать. Потому что здесь задний ряд есть подогревы. То есть, трехдиапазонный подогрев. Точно такой же подогрев сидений, как у вас стоит на передних креслах. Здесь, здесь же сзади. С подстаканчиками понятно. Опять же, все кожаное внутри. Даже здесь вот отделка тоже кожа. Все хорошо сделано, приятно. И самое главное по сидушкам. У сидушек мало того, что они профилированы довольно приятно хорошо на людей. У них есть боковая поддержка, перфорации. Так еще немножечко вот торчат вот на этих вот двух сторонах, торчат валики. Опять же, длинные дороги. Прекрасно можно сидеть, долго ехать, не уставать. По углу наклона тоже придраться мало. К чему могу. Почему? Потому что ноги, в принципе, лежат хорошо. Может быть, чуть-чуть можно было приподнять. Но на уровне придирок. Потому что если вот сидушка плоская или как дубовая, я бы сказал сразу. Здесь, на самом деле, уровень посадки достаточно неплох. Наклон спинки вообще отличный. То есть, вот сел и поехал куда-нибудь далеко. Путешествие с семьей. Я не вижу проблем. Понятно, что изофикс, бла-бла-бла и все такое. Потом еще один момент. Сзади, сзади есть шторочка. И эта шторочка не просто есть, она еще автоматизирована. То есть, у вас есть кнопка спереди у водителя. Нажали, выехала, шторочка закрыла. Опять же, чтобы солнце не слепило сзади, чтобы не грело вам в затылке. Все это, кстати, тоже такой вот маленький плюсик, который немножко повышает уровень автомобиля. Молодцы. Вот японцы молодцы. Работают и стараются все-таки поднять уровень машины повыше. Ну что, движемся по трассе. Давайте посмотрим, как эта машина себя ведет на высокой скорости. Немножко разгонимся. Посмотрим, как я устойчиво. Сегодня очень сильный ветер. Мы выехали на МКАД-2, на бетонку. Здесь еще такой забавный свист идет от дороги. Ну вот, пока я говорил, мы уже едем в 150. Я держу машину одним пальцем. Машина едет очень стабильно, очень хорошо. Шум, конечно, появился. Как без этого? Особенно зеркала шумят очень сильно, но при этом все равно устойчивость у машины осталась феноменальная. 180, 170 по GPS совершенно не страшно. Совершенно безопасно едет машина. Вот так, в принципе, едет нормальная кушка. Причем рулевое, оно, знаете, оно так налилось такой тяжестью. Реально уже очень высокая скорость. Ну, поворот, ветер. Я немножко сброшусь. Все-таки опасно. Пройдем немножко вперед на меньшей скорости, а потом опять наберу. Но я хочу сказать, что на самом деле машина стоит очень стабильно. При этом довольно сильный боковой ветер, все равно машина держит за дорогу. И в этом главное преимущество, главное отличие вот таких вот седанов, такого класса от любого другого паркета модного сегодня. На дальнем расстоянии это очень заметно. И если машина так себя хорошо ведет на такой высокой скорости, то, поверьте, на 120 на ней просто засыпаешь. И это правда. Это на самом деле так и есть. Найти предел, чтобы стало страшно, на прямой вообще я не знаю. Но вот в повороте я скинулся до 180, на прямой мы уже едем 190, 200 почти. Ну, трафик. В трафике опасно. Может случиться что угодно. Может лопнуть колесо, поэтому все-таки я сброшусь. У меня есть психологический барьер, я не могу ехать выше. Но реально найти предел курсовой устойчивости этого автомобиля просто нельзя. Мне кажется, можно положить его в отсечку. Можно положить просто стрелку спидометра до упора. И все равно она будет ехать довольно хорошо. Тем более на вот такой дороге, на ровном асфальте, на бетонке мы не найдем ее предела. Машина действительно для трассы, для скорости показывает себя очень достойно. Поэтому, еще раз говорю, это прекрасный инструмент, именно универсальный инструмент на все случаи жизненный для любых дорог. И для города, и для трассы в том числе. У нас абсолютно ровный кусочек Минской второй кольцевой автодороги. И мы попробуем разогнаться 0-100, попробовать, как у нас будет машина ехать на 95-м в Миндине, на дилерском. Значит, 7.8 паспорта, вот спорт режим, трекшн выключен, пробуем. Несмотря на то, что автомат срывает колеса про буксовку, пробуем, что же она покажет на 95-м. Есть сотка, все, бросаем. Передача вот так, поддерживает она на передачах торможения. 8.13. Ну, давайте, может, еще разочек я попробую. Ну что, в пол. Ну, 8.38, хуже. 8.13 – это лучший результат. Как я уже многократно говорил, очень важно для этого автомобиля именно заливаться нормальным 98-м бензином, потому что все-таки это Skyactiv, все-таки это мотор современный, прямо впрысковый, у которого очень высокая степень жатия, ну, может быть в предельном режиме. И для него очень хотелось бы заправляться именно хорошим, нормальным бензином, чтобы максимально раскрыть его потенциал. И вот, как я и показывал, в этот раз мы проехали всего лишь 8.13 на 95-м, и очень интересно, что она покажет на 98-м. Полностью весь бак у меня, к сожалению, сейчас заправить не получится. Мы немножко будем такую делать смесь 95-98, но проведем такой эксперимент. Мы сейчас специально заедем на United, заправим литовский 98-м бензин и посмотрим, что изменит споединение автомашины. Может ли она проехать хуже, и так ли действительно важен ей именно октан, октановое число, эффективнее ли работает двигатель при правильном октане, который больше подходит для данного автомобиля. Попробуем разгон на 98-м бензине, посмотрим, что у нас получится. 7.69 Ну что, попробую еще раз разгон 0-100, проверим, что у нас получается. Просто в пол. Все, есть сотня. 7.64 Нормально. Поехала тележка в итоге. Ну вот она разница, пожалуйста, 98-й и 95-й бензин. Получилось порядка почти полсекунды. На 98-м она даже из паспорта умудрилась выехать. 7.64, что я считаю, очень-очень даже хорошо. Машинка, в принципе, едет. И азарт у нее есть. Мне нравится ее звук, особенно если начинать ехать активно, начинать ехать в спорт-режиме, начинать педалировать довольно жестко. Она действительно едет хорошо. Она держит передачу. Мне очень нравится, как работает коробка. Несмотря на то, что автомат, на ней даже приятно и хорошо стартовать. Да, конечно, я уже много когда рассказывал, много раз, что вот автомат, если мы его начинаем рвать такими резкими ускорениями, разгонами. Конечно, вот эти ранние блокировки гидротранса с целью максимально дать эффективность, максимально рано замкнуться, пролезть колеса. И все эти блокировки, они, конечно, убивают сам автомат. Но, черт побери, насколько она приятно едет. Ребят, это реально вот коробка, это называется SkyDrive, но по сути это iSyn. Так вот, не зря iSyn называет убийцей робота. Потому что, несмотря на то, что это гидротранс, несмотря на то, что это GT автомат, но, блин, насколько вот она приятно, хорошо все делает, всю работу. Очень мне нравятся вообще их коробки и то, как они настроены. Вообще, Mazda, на самом деле, немножко злее настраивал коробки, чем это, допустим, принято у той же Toyota. Собственно говоря, откуда идут корни. Вот, но результат, результат очень-очень хороший. И по ресурсу я бы не сказал, чтобы так уже у Mazda плохо с ресурсом коробки. На самом деле, все очень достойно и очень неплохо. То есть, если вот iSyn у Volvo ходят не очень хорошо, то конкретно вот у Mazda практически без проблем. Ну что, покатались мы сегодня на этой замечательной новой шестерочке. 2,5 объемом мотор. Погоняли, посмотрели его динамические характеристики. Ну, в первую очередь, большое спасибо Atlant M-Holp за такую возможность. Один из лучших дилеров вообще, в принципе, в Минске и Республике, с которым удавалось сотрудничать. То есть, вот, очень просто приятно с ними общаться. Большое им спасибо за видеосъемку. Спасибо, ребята, творчики дают видеографов CNB. Спасибо им большое за такую прекрасную работу. Ну, а теперь, собственно, про машину. Мои выводы, что я хочу сказать, как мне машина понравилась, не понравилась. Я в прошлый раз, еще когда снимал Optimum, обещал вам сделать сравнение. И честно рассказать, что бы я выбрал, что я считаю, какая из них лучше. Так вот, скажу просто и прямо, я бы выбрал Mazda. Именно вот эту шестерку с мотором 2,5 литра. Если двойку брать, конечно, лучше брать Optimum. Но шестерка, вот, ребят, честно, она едет очень задорно, очень интересно. Она по совокупности характеристик наиболее такой универсальный целостный продукт, который есть. Понимаете, вот Optimum, если сравнивать, продолжать это сравнение, она имеет место только с мотором турбовым 2.0 Turbo GT комплектация, которая сейчас в России представлена. И в ней такая философия Saab, понимаете, такой слегка вальяжный, но с таким с дурным мотором характер у нее. Мазда же, вот эта шестерка, она, как можно, как сказать, она ближе к альфе. Вот ее дух, ее вот атмосфера, вот ту черту, которую я чувствую сразу же в состоянии машины, я чувствую вот эту альфу, резкую, острую подвеску, такую харизматичную машину с задорным мотором, который так очень приятно урчит и работает. Вот, понимаете, вот есть вот какой-то такой итальянский моментик вот в этой машине, в ее поведении. И, кстати, красненький цвет очень даже намекает. Короче, вот 2.5, даже не столько вот шестерка, сколько 2.5 мотор мне очень нравится. Честно говоря, я люблю атмосферники, и я считаю это большим плюсом этой машины, большим плюсом относительно вот любого немецкого автомобиля, который сейчас большинство турбовое, да. И вот это, это вот ключевой момент здесь, понимаете. Когда вы выбираете машину, смотрите на современные тенденции, и получаете вот, хоп, и получаете хороший атмосферник, ну, это здорово, это класс. Если бы не Мазду, честно говоря, я бы уже смотрел дальше на Инфинити. Что-нибудь с большим, хорошим, там, V6, или что-нибудь еще даже позлее. Ну, вот такое с нее получилось видео, вот такой обзор, да, на 98-го она проехала лучше. Но в остальном, в принципе, прекрасный автомобиль на этом и все. До новых встреч, до побочения. Субтитры сделал DimaTorzok